Доктор, многих академий и так далее, и так далее, он сам об этом, наверное, скажет. И вот сегодня, вы знаете, на самом деле говорить про такого человека в прозе, наверное, не очень, наверное, хорошо, потому что человек, вся жизнь которого это поэма, я позволю себе использовать в некоторых корыстных целях свое положение, да, и прочесть для начала стих посвящений Михаилу Михайловичу, который написал 10 лет назад, когда он был немножко помоложе, немножечко помоложе, да. Сейчас, наверное, многие из вас знают, естественно, раз пришли, что недавно совсем в августе Михаил Михайлович достиг абсолютной широты географической, если говорить, ну, с пола с 90, и вот вы знаете, что вот мы все в той линии, в той степени связаны с географией, вот дальше 90 нам будет по определению. Прыгнуть Михаил Михайловичу 90 плюс два месяца, он уже перешел. И вообще, вы знаете, что он же, я не об этом и сказал, он основатель школы современного пятиборья и воспитал более 50 мастеров спорта по современному пятиборью, но вот мы недавно посовещались, учредили тоже такое полярное пятиборье, где он является абсолютным рекордсменом мира. Что такое полярное пятиборье? Там он оценивается по сумме возраста плюс достигнута широта. Так вот, Михаил Михайлович набрал недосягаемое пока ни для кого 180 баллов. Это широта возраста. Ну, широту, может быть, кто-то из вас когда-нибудь, наверное, надеюсь, я очень желаю этого, достигнуть такой широты. Вот возраста я тоже желаю, но это гораздо труднее, на самом деле. Вот, если позволите, я перейду к Кириллу Валентиновичу с поздравлением. Я прочтю вот это воспитывание, которое, в общем-то, там немножечко обо всем, что я сказал, но в стихах. Михаил Михайлович, вам придется потерпеть, потому что вы это слышали уже ничего. Михаил Михайлович, ваша светлость, как не молчется, без лишних слов. Ваш возраст — это только крепость, как у грузинских коньяков. Ваш возраст — это только мудрость, неяркий, теплый свет души. В нем гимна в прошлое бравурность и зов непройденных вершин. Ваш свет — медаль пятигорцев. Спасенным ангелом храним на очагах усманских горцев и в снятых сполохах лавин. Он в каждом жести, слове, мысли, ответ — на быть или не быть. Немой убор в глазах Ларисы его не в силах погасить. Он в вашем — молодцы, ребятки, ваш божий дар и высший сад. Он в резкой рысии африканки по травам рипетских саван. Не отираясь у подножия, идете вы к своей мечте. И при восьмидесяти тоже возможно быть на высоте. И как бы жизнь не изменилась, вам ли пугаться перемен? Ведь вы судьбе своей на милость ни разу не сдавались в плен. Светите всем, покуда в силах бороться, верить и любить. Так наказал Владимир Владимирович. А значит, так тому и быть. Ура! Значит, я хочу передать слово для приветствия Вице-предитета РГО, Кирилл Владимирович Стякова. Пожалуйста. Спасибо, Виктор Ильич. Уважаемый Михаил Михайлович, уважаемые коллеги, друзья. Для меня огромное удовольствие и честь поздравлять Михаила Михайловича с 90-летием от имени РГО. Во-первых, потому что он не просто действительно член общества, а он всегда это помнил, даже в очень сложные годы для нашей организации он всегда подчеркнул свою принадлежность к ним. Михаил Михайлович, такой член общества, принадлежность которого к нашему объединению повышает его значение. Делает честь для русского географического общества. Это во-первых. Во-вторых, конечно, я обязан сказать, что он замечательный педагог, преподаватель, человек, вложивший душу во многих учеников, которые теперь продолжают его дело. И, будучи сам профессором, я могу только завидовать его достижения и желать дальнейших успехов в этом направлении. В-третьих, я, конечно, не могу не вспомнить, вот глядя тем более на военный портрет, о его горно-стрелковом прошлом. Человек, прошедший через горы, тем более во время войны, это человек особого рода. Я всю жизнь был связан тоже с изучением горных ледников, но в мирной ситуации. Поэтому, все-таки, будучи каждый год почти в горах, на вершинах, я понимаю, какое это замечательное дело в течение всей жизни нести такую любовь к вершинам. Михаил Михайлович, я могу еще много чего доброго сказать, но, наверное, сегодня будет много и других выступлений. Я просто обязан зачитать вам поздравления в виде грамоты, которые подписал первый вице-президент Роского географического общества Артур Николаевича Эльгарова. Оно адресовано вам как почетному гражданину Санкт-Петербурга и члену нашего общества. Артур Николаевич Кирилл, уважаемый Михаил Михайлович, от всей души поздравляю вас со знаменательным юбилейным днем рождения. Вы по праву считаетесь выдающимся человеком. В годы Великой Отечественной войны вы участвовали в военных операциях на перевалах Кавказа, спасали памятники культурного наследия Ленинграда в годы блокады. Благодаря вашим педагогическим достижениям страна обрела победителей соревнований самого высокого рамота. Вашими легендарными восхождениями на вершины мира и участием в арктических, антарктических экспедициях восторгаются путешественники и ученые. Трудно даже перечислить все славные страницы вашей жизни, но особо хотелось бы отметить ваше пламенное и бескорыстное служение Родине на протяжении всего жизненного пути. Желаю вам бодрости, духа, хорошего настроения, творческих успехов, богатырского здоровья и талантливых учеников. Письма это хорошо, но мы хотим, чтобы у вас был подарок от русского географического общества. Пожалуйста, примите от нас в знак глубочайшего уважения вот этот адмиралтейский корабль, который выглядит ровно так, как он выглядел в годы войны над спиром адмиралтейства. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы знаете, друзья, мы, конечно, догадываетесь, особая обстановка атмосферы здесь, мы, конечно, не хотели бы, чтобы это превращалось опять в такое постоянное и беспрерывное... Поэтому у нас будет сейчас несколько еще официальных приветствий, потом мы посмотрим фильм, а потом Михаил Михайлович выйдет на сцену и вы все...